Обвинения России в энергетической экспансии или диктате напоминают времена Холодной войны, когда Советский Союз прокладывал трубы в Европу, чтобы поставлять туда нефть и газ. США пытались блокировать поставки оборудования для этих контрактов и пугали европейцев, что в случае войны Советы будут заправлять танки прямо из нефтепроводов. Немецкие наши коллеги неоднократно давали понять нам, что злоокеанские эксперты всячески их отговаривают вести переговоры, а тем более закупать наш газ, так как это якобы ведет к тому, что они попадают в зависимость от Советского Союза, а в последующем и от России. Но выгода была столь очевидной, что не было оснований отказываться от этих контрактов. Советский Союз получил возможность освоить новые месторождения. Европа получила надежного партнера, который игрой с вентилем не баловался никогда. А вот спросить, если наших покупателей газа, Рургаз, Газдафранс, Эйни и другие, Боташ, Турция, Венгерские организации газовые, Чешские, Македонские, Словенские, Хорватские и так далее, газовые компании, которые получают наш газ, их спросить, было ли за десятилетия хоть одно какое-то политическое давление, или где бы использовалась поставка природного газа. Я уверен, они скажут нет, нет и только нет. Но отдающая нафталином тема энергозависимости от России нет-нет да возникает в Европе. Доля России на газовом рынке Европы, она не такая уж фантастическая, примерно 25%. Например, доля Норвегии на европейском рынке 18%. Но никто не кричит, например, что Норвегия угрожает Европе, и ее доля настолько велика, что эту проблему ставит энергетическое безопасство Европы. Один из новых вариантов защиты от русских – строительство альтернативного газопровода, который должен обойти Россию и связать Европу с государствами Средней Азии. Цена вопроса – 6 миллиардов долларов. Никакого экономического содержания, кроме желания обойти Россию, в этих проектах нет и быть не может. Потому что, во-первых, они очень дорогие, они очень рисковые, они потенциально скандальные, на них денег никто не даст. Да, если нет политического решения. Но даже если есть политическое решение, я хотел бы познакомиться с руководителем той страховой компании, которая застрахует этот трубопровод. Просто пожать ему руку и пожелать дальнейших творческих успехов. И в этом смысле разница между американским подходом и европейским. Американцы играли в 90-е годы, да и сейчас, наверное, продолжают играть, хотя в гораздо более стесненных обстоятельствах, в большую игру вокруг углеводородов. Европейцы ищут серебряную пулю, которую хотят убить очень раздражающего их монстра зависимости от России по углеводороду. Они взбеленились только потому, что Россия, наконец, с колен поднимается. Вот если бы на коленях мы, как было в 90-е годы, то, конечно, они бы нам хлопали в ладоши. Проблема в том, что при растущем дефиците природных ресурсов важно даже не то, кто их больше и выгоднее продаст или купит, а то, кому предстоит добыть последний баррель нефти и кубометр газа. Отсюда такой повышенный интерес к запасам углеводородов в Арктике и попытки сделать из России безропотного поставщика дешевого сырья, который полностью зависит не от своих возможностей, а от каприза покупателя. В тех позициях, где мы просто хотим справедливости, экономической ценовой, нас будут обвинять в том, что мы занимаемся политическим шантажом. Последний пример свежий – это Нордстрим. Мы хотим провести в обход стран транзита по дну Балтийского моря, 1200 километров там, этот газопровод. Ну все, нас обвинили во всем просто. Трудно что-то назвать, в чем нас не обвинили. И в игнорировании интересов стран Балтии и Польши, в экологических там несуществующих преступлениях, надуманных всяких. Мы привыкли уже к этим обвинениям. Мы нормально, спокойно к ним относимся, значит, на них надо реагировать, но в своих глобальных планах я бы их в расчет не брал. Ну, собака лает, а караван идет.